Все социальные услуги, которые предоставляются жителям, надо довести до высочайшего уровня. Для этого потребуется создать условия для конкуренции, чтобы наравне с государственными учреждениями работали и частные. Об этом сегодня на заседании экономического совета заявил премьер-министр Коми Владимир Тукмаков. К слову, о передаче соцуслуг в негосударственный сектор не раз говорил и президент Путин. По статистике, качество обслуживания в России, в здравоохранении, образовании, культуре и в социальной сфере далеко не идеально. Слишком много нареканий. Именно поэтому их часть пора передавать в частные руки. Татьяна Супряткина выяснила, насколько республика готова воплотить это в жизнь. Привлечение негосударственных учреждений, то есть частников, к оказанию социальных услуг для России пока что направления неизведанные. Только пара регионов Пермский край и Башкортостан могут поделиться примером передачи своих полномочий частным фермам или юридическим лицам. В целом по стране и в здравоохранении, и в социалке, и в культуре, и в образовании все услуги на государственных плечах. Отсюда отсутствие конкуренции, а значит нет стремления и к качеству. Мы также должны понимать, что вопрос вовлечения негосударственного сектора в оказание государственных и муниципальных услуг, это не то, что для нас сверху спущено с федерального уровня, не то, что понуждает нас к этой работе. Это работа, которую мы должны оценить с точки зрения понимания социальных, бюджетных эффектов, экономических эффектов. И только после того, как мы видим для себя результаты этой работы, мы должны за нее браться и, соответственно, в этом направлении двигаться. В коме только здравоохранение, пожалуй, в стадии сотрудничества с частниками. В программе госгарантий уже участвуют несколько коммерческих клиник. Они оказывают бесплатные услуги населению, а в обмен получают субсидии из бюджета по линии фонда обязательного медицинского страхования. На текущую дату лицензии на медицинскую деятельность на территории Республики Коми выданы 488 частным медицинским организациям. То есть почти 500 медицинских организаций имеют лицензию. Из них только 18 или 3,7% реализовали свое конституционное и законное право в реализации программы государственных гарантий. Впрочем, желающих поучаствовать в госпрограмме частников гораздо больше. Поток клиентов растет, некоторые идут в медицинский центр, где нет очередей. Но представители тех самых частных клиник сетуют на государственное регулирование их тарифов. Вот мы говорим о том, что давайте пересмотреть тариф для некосударственного, либо им какие-то преференции. В таком случае мы сегодня констатируем, что у нас такой недостаток и такой дефицит кадров в государственных учреждениях здравоохранения. При условии, что какие-то дополнительные преференции будут даваться не государственным учреждениям, на сегодня к нему очень хорошо отношусь, мы будем иметь обратную реакцию. То, что, естественно, медицинские кадры будут перетекать в те негосударственные учреждения, где наиболее высокая оплата труда – это раз. Во-вторых, все-таки мы вынуждены сказать, что там нет такого потока населения, как в государственных учреждениях. Конечно, сегодня одно из главных направлений для сотрудничества с частными фирмами, если не жесткая необходимость, но назревший факт – это оказание социальных услуг. Речь идет об одиноких пенсионерах, домах-интернатах и людях с ограниченными возможностями. Мы посчитали, действительно понимаем, какая сумма тратится государству на каждую услугу. И, в принципе, эти услуги, эту стоимость сейчас участник может взять, посмотреть наши тарифы, и принять для себя решение, выгодно ему или невыгодно по этим тарифам оказывать социальные услуги. Это могут быть и надомные социальные услуги, то есть помощь пожилым гражданам на дому. Это могут быть стационарные социальные услуги, то есть открытие частных домов, интернатов, домов престарелых. И это могут быть полустационарные услуги, то есть услуги, которые человек пришел днем, побыл, ушел. Для таких желающих в КОМе есть отдельный реестр. Каждый может подать заявку на конкурс и предложить свои услуги. Однако на сегодняшний день пока не поступило ни одного обращения. Татьяна Супряткина, Павел Фетисов, Телеканал Юрген.